Майкл Наки поедет встречать Алексея Навального, и сейчас он находится там. Майкл, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте, слышу. Отрывочно мы слышим. Слышно ли меня? Да, мы слышим вас хорошо. Майкл, расскажите, удалось ли вам увидеть Алексея Навального? И вот по тем кадрам, которые сейчас доступны в интернете, он был задержан. Вот что видели вы, и что известно вам на текущий момент? Его задержали еще до, собственно, выхода с таможенного контроля, поэтому все, кто здесь находится, его не видели. Видели его те, кто летел вместе с ним, и, собственно, сотрудники полиции. Его задержали, и, судя по тому, что пишут, задержали его до суда. Юлия Навальный, Кира Ярмыш и адвокат Алексея Навального пока остаются, собственно, в зоне прилета, еще до таможенного контроля. Они сейчас сидят там. И, собственно, видимо, через какое-то время выйдут, по крайней мере, их не задерживали. Вот, собственно, здесь такая небольшая толпа, человек 70-100, наверное, есть и журналисты. Вот здесь я видел Илью Азара, Сергея Смирнова, главного редактора «Медиазона». И, собственно, просто люди, активисты, неравнодушные и прочее. Пока ничего не происходит особо, задержаний никаких нет. Единственное, был забавный момент, когда кричали «Алексей, пройдите, заберите свой багаж по громкой связи». Это всех очень повеселило, но это, наверное, единственный веселый момент, который здесь был. Так вот, все достаточно настроение подавлено, потому что очевидно, что Алексея задержали и куда-то увезут до, собственно, решения суда по аресту его. То есть, судя по всему, это дело производства, связанное с претензиями в СИН по поводу того, что он не отмечался, в СИН, я напомню, обращалась в суд для того, чтобы заменить условный срок на реальный, в связи с тем, что Алексей Навальный не отмечался, пока находился в Германии на лечении. Ну, а журналисты, вы сказали, что Илья Азар был там, и другие журналисты, которых вы успели встретить, они успели переместиться из Внукова в Шереметьево или как-то заранее просто оказались именно в аэропорту Шереметьево? Насколько я знаю, несколько из них просто, значит, поехали сюда и не были до этого в Внуково. Насколько я понимаю, со Внуково там вообще какой-то ад, его закрыли на выезд, значит, и перекрыли вообще к нему всевозможные подступы и сделали все возможное, чтобы люди не могли добраться до аэропорта Внуково. Что касается Шереметьево, тут по Ленинградскому шоссе, это такое основное шоссе, по которому можно приехать к аэропорту Шереметьево, там были закрыты часть полос, и из пяти полос была одна, поэтому добраться было достаточно сложно. Вот сейчас люди с этого рейса, пассажиры, выходят, там до этого выходили люди без багажа, сейчас выходят люди без багажом, и, наверное, скоро появится Юлия Навальная, Кира Ярмыш и адвокат Алексея Навального. Я не очень помню просто обсуждение, как ее зовут Михайлова, по-моему, ее фамилия. Спрашивают наши зрители, известно ли, кто именно задержал Навального. Не знаю, насколько есть у вас такая информация, Майкл. Нет, у меня нет такой информации, но все видели по трансляциям журналистов, которые летели вместе с Алексеем Навальным, тут что-то, значит, полиция активизировалась. Сейчас, секундочку, нет, пока вроде никого не видите. Значит, это сотрудники в форме его задерживали, но, судя по всему, по претензиям, связанным с Ксином, то есть с теми, которые они предъявляли, с тем, что Навальный не отмечался. Конкретно, ну, это просто, собственно, сотрудники, которые есть в аэропорту, по крайней мере, как мы можем судить по стриму, это вот обычная форма сотрудников МВД, но более детально не могу ничего сказать. Вот вы сказали о том, что настроение подавлено. Вот на ваш взгляд, если порассуждать, власти удалось сбить вот этот, скажем так, помешать сторонникам Навального его встресить? Потому что, с одной стороны, ведь было предсказуемо, и многие говорили о том, что самолет, скорее всего, посадят не во Внуково, а в другом аэропорту и, таким образом, в общем-то, попытают сбить вот этот ажиотаж прилета. Удалось власти, как вы считаете, этого добиться эффекта? Ну, слушайте, тут каждый волен отвечать сам, удалось ли сбить ажиотаж, но можно спросить у людей, которые перекрыты во Внуково с плакатами сейчас стоят, насколько их ажиотаж куда-то ушел. Можно спросить у всех российских СМИ, которые сейчас об этом пишут, и у всех мировых СМИ, которые об этом напишут чуть попозже. Сейчас выйдет еще и Юлия Навальная, я думаю, тоже будет встреча ее достаточно ажиотажная. Ну, и интересно, насколько будет большой ажиотаж у суда, где будет проходить, собственно, суд по аресту или не аресту Алексея Навального и замене его условного срока на реальный. Потому что все, что происходит, это только начало, это и не развязка, да, это развязка лишь одной главы, которая касалась того, вернется ли Алексей Навальный в Россию. И мы точно можем утверждать, что Алексей Навальный в Россию вернулся. А вот что будет происходить дальше, зависит от большого количества факторов. Но сегодня мы увидели, что огромное количество людей готовы поддерживать Алексея Навального, приезжать к аэропортам, и мы увидели колоссальный информационный интерес. Когда мы вас с вами в прошлый раз разговаривали, я говорил о цифрах по 200 тысяч людей в онлайне у дождя, и эта отметка переходила через 500 тысяч людей за этим наблюдающих. И это связано со всеми информационными каналами, все за этим следят, вся страна следят. И даже уборщицы здесь в аэропорту, когда я искал зал прилетов, я подошел к ней и спросил, расскажите, пожалуйста, где зал прилетов, мне сказали, а вы тоже встречаете Навального, что ли? Вот, то есть буквально все от крупных СМИ до уборщиц знают о возвращении Алексея Навального, поэтому я не думаю, что власти удалось каким-либо образом сбить интерес. Ровно наоборот, если бы Алексей Навальный сегодня уехал домой, то эта часть истории бы закончилась. Но конца не наступил, и, собственно, Алексей Навальный не уехал домой, а уехал куда-то, откуда его потом увезут в суд. И это, наоборот, лишь только раскаляет эту историю и делает ее, скажем так, более напряженной, не дает интересу к ней спадать. Вот, кстати, не все разделяют вашу точку зрения, потому что Валерий Соловей написал пост, в котором отметил, что людей мало, и это плохо, а Александр Минкин, который был у нас в эфире, сказал, что за Навального выходит на самом деле мало людей, и даже то, что смотрят миллионы человек в Ютубе, это не так важно, потому что это 1-2 миллиона, что является небольшим числом от общего населения России, 1-2%. А вот как оцениваете эти высказывания? Ну, я бы порекомендовал, собственно, людям, которые говорят, что 1-2 миллиона – это не очень много, посмотреть на то, сколько людей выходило в 90-е, и что происходило после этого. Там цифры как раз были близки к миллиону, потому что изменения происходят не когда большинство решает, что необходимы изменения, а когда активных людей, которые на этом настаивают, становится достаточно много. Что касается интересов Навального количества человек, ну как, смотрите, опять, мы же не можем точно сказать, сколько их было и сколько достаточно. Мы можем что сказать? Сказать, что начали закрывать во Внуково входы, что поменяли самолет из-за того, сколько людей пришло во Внуково, что начали баррикадировать в Внуково, чтобы люди не уехали в Шереметьево. Независимо от того, как вы, я или ваши эксперты считают, власть считает, что людей было достаточно, и что эти люди представляли, собственно, для самой этой власти какую-то опасность. Иначе зачем бы они предпринимали все эти действия? Вот многие наши зрители благодарят вас, Майкл, за то, что вы выходите к нам в стримы. Мы, кстати, присоединяемся и всячески рекомендуем подписываться на канал Майкла Наки в интернете и смотреть его стримы. И мы благодарим Майкла за то, что он в столь поздний час выходит с нами на прямой связи с Шереметьевым. И, кстати, вопрос, Майкл, от нашего зрителя спрашивают... Так, сейчас я его потерял. Каков шанс, что народ выйдет на улицы, что это станет вот таким переломным моментом? Потому что указывали, что когда Навального отравили, и это стало известно, людей на улицах Москвы, по крайней мере, замечено не было. И даже после истории с ФСБ и пранком вышел только Виталий Манский. Ну, по крайней мере, его фамилия была на слуху. Вот, на ваш взгляд, вот в этом смысле произойдут какие-то фундаментальные изменения? Сейчас, секунду, тут, судя по всему, выходит Юлия Навальная, по крайней мере, судя по хлопкам. Я отсюда, к сожалению, не вижу, мне роста не хватает. Все скандирует Навальный и аплодирует. Да, тут все все загородили, все очень высокие, а я не очень. Ну, отвечая на ваш вопрос, слушайте, но здесь конкретная история. Здесь история с задержанием и возможной посадкой. И мы помним, как за Навального выходили в прошлый раз, когда его пытались посадить. И ровно поэтому его... Разошлись все отсюда, дайте ребенка. И поэтому это несравнимо с историей, связанной с отравлениями. Историей... Вот, все скандируют Юлию, а сейчас попробую вам показать, что происходит. Не знаю, видно ли. Да, мы видим много людей, которые пытаются снять... Идут за Юлией Навальной и скандируют Юля, 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 Юля. Вот, поэтому это несравнимые вещи. Здесь есть конкретная история, связанная с тем, что политика могут посадить. Да, потому что, когда все деньги его правили, невозможно там выходить за то, чтобы как-то воскресили или что такое, или что-то такое. Здесь же история связана с конкретным задержанием и, возможно, последующим арестом. Но какие-либо вероятности считать достаточно сложно, потому что никто не умеет видеть будущее, даже те, кто это утверждает. Что сейчас делает Юлия Навальная? Секундочку. На моих глазах спрашивают документы у Дмитрия Низовского и сотрудника штаба Навального. А полицейские подошли к нам с проверкой документов. Да, можете ли нам показать, что происходит сейчас в аэропорту? Вот, делал такой обзорный кадр. Ну вот, в эти минуты мы сейчас увидим, что происходит в аэропорту Шереметьево. Юлия Навальная вышла сейчас из терминала. Да, все, я включаю. Спасибо вам большое. Спасибо, Майкл. Мы очень вам благодарны за включение. Всячески рекомендуем канал Майкла Наки. Подписывайтесь на него и заходите. Майкл Наки показал нам, что происходит в эти минуты в аэропорту Шереметьево. Да, Майкл, благодарим вас. Желаем вам себя беречь там и чтобы все прошло благополучно и безопасно.